Добрый вечер, Гомель! На Беларусь 4 прямой эфир и наш телефон в студии 342243. Дорогие друзья, сегодня пятница. Самое время забыть о работе и подумать о своей семье. Дело в том, что этим вечером мы поговорим о семейных ценностях и расскажем вам о наших современных семьях. Поверьте, они очень разные и у каждой есть свои секреты домашнего уюта и семейного счастья. Семейные ценности – тема нашей программы, поэтому делимся у кого какие. Звоните в студию, пишите в Вайбер, оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. Дорогие друзья, завтра День Матери. Мне очень приятно, что мы выходим в прямой эфир накануне такого удивительного события, такого удивительного праздника, поэтому пользуйтесь случаем, поздравляйте мам в прямом эфире, звоните, пишите, рассказывайте, какая у вас мама, самая прекрасная на свете. Ну а пока я хочу пригласить в студию флориста Наталью Гуценкову. Она поможет сегодня нам создать настоящие шедевры к завтрашнему празднику. Встречайте, пожалуйста. Наталья, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Вот скажите, пожалуйста, каким же должен букет быть для мамы? Ну, это, скорее всего, наверное, конечно, любимые цветы ее в первую очередь. Ну, и еще к тому же сейчас много всякой-всячины такой, которую можно подарить. Оригинально фруктовые букеты, корзинки различные. Листики желтые тоже, да? Все можно применить, да. Можно сделать композицию какую-то, большую, маленькую. Кому какие-то? Можно своими руками даже. Ну, вообще, мне очень понравилось. Это действительно любимые цветы мамы. Вот подумайте, знаете ли вы, какие цветы любит ваша мама? Если нет, то еще есть возможность и время узнать, да? Вечер как бы длинный. Ну, я так понимаю, Наталья, что сегодня мы увидим не один букет с каким-то интересным женским характером. У вас есть почти час, да, чтобы удивить наших зрителей, ну, а заодно и показать небольшой мастер-класс. Спасибо. Ждем. Дорогие друзья, ну, а мы продолжаем. Семейные ценности, тема нашей программы. Много ли, вот, например, у вас семейных фотографий? Ну, например, с мамой. Наверное, не так много, как хотелось бы. А вот молодежь Гомеля решила исправить эту ситуацию и устроила конкурс селфи с мамой. Накануне праздника гомельское отделение БРСМ объявило голосование на лучшее селфи с мамой. Гомельчане с удовольствием делали фото и размещали их ВКонтакте. Нужно отметить, что молодежь подошла очень креативно к созданию фото. Организаторы конкурса даже создали такую специальную галерею, где опубликовали все селфи, присланные на конкурс. Вы знаете, такие трогательные, очень душевные фотографии. Вот обратите внимание, какие красивые, счастливые мамы с детьми. Наверное, потому что дети рядом. Это очень-очень трогательно и, я думаю, заслуживает наших аплодисментов. Ну, на самом деле, семейное фото – это все-таки не просто фото на память. Это еще такая, согласитесь, и особая связь какая-то поколений. Вот вспомните, как было раньше, семейные альбомы, они занимали почетное место в каждом доме. Это была такая основа семейных традиций. И сегодня все уже как-то выглядит несколько иначе. Согласно результатам социологических опросов, семейные традиции и обычаи у молодежи стоят сегодня не на первом месте и даже не на втором. Их обогнали образование, карьера, взаимоотношения с друзьями и личные пристрастия. А вот как изменилось семейное поведение в современных семьях? И что сегодня важнее для супругов все-таки – любовь, достаток или мнение окружающих? Спросим прямо сейчас у психолога. Я хочу пригласить в эту студию Ирину Стешинок. Встречайтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, как изменилось поведение в белорусских семьях за последнее десятилетие? Скажите нам, пожалуйста, вот какие семейные ценности есть в наше время? Ну, в наше время остались семейные ценности, которые были, они называются традиционные, но появились и современные действительно ценности, то есть изменились. Если мы к традиционным отнесем любовь, уважение, заботу друг о друге, понимание, поддержка, то стабильный союз супружеский, то сегодня мы уже знаем, что стабильный союз уже не во всех семьях есть. То есть сегодня появились, например, разводы. То есть это примета нашего времени. Скажем так, они участились и стало больше. Да, то есть если раньше вот семья считала, что надо потерпеть, не выносить как-то, ну, перетерпеть какие-то проблемы, то сегодня вот молодые люди большую свободу чувствуют в своей семье. Вот и некоторые разводятся. Могли бы мы сейчас вот на этой доске написать, ну, хотя бы первые три основные семейные ценности, которые должны быть в семьях? Хочу вас попросить, давайте попросим все вместе, да, поддержим Ирину. Наверное, первое это любовь. Ну, я не думаю, что кто-то будет спорить, да, все-таки действительно, любовь это самое главное. Вторая очень важная ценность это уважение. Иногда любовь есть, уважение нет и возникают проблемы в семье. А если нет любви, а есть уважение, семья, в принципе, готова жить? Ну, желательно, чтобы была и любовь, и уважение, да. Хотя бывают случаи, все начинается с уважения, а любовь приходит, бывают и такие, да. И третье я бы назвала взаимная забота. А, взаимная забота, очень важное слово даже, наверное, взаимное здесь. Взаимная забота. Вот хотя бы наличие трех этих ценностей будет гарантировать стабильный союз супроводский. Спасибо большое. Ну, это, наверное, такая только начальная ценность. Да. Ну, вот смотрите, дорогие друзья, вот вроде бы как бы прописные истины. Конечно же, в любых отношениях должны быть и любовь, да, и уважение, и забота друг о друге. Вот попробуйте сейчас примерить вот эти ценности на свою семью и ответить на вопрос, все ли так гладко. Если нет, ну, тогда будем разбираться, как с этим справиться. Ну, а вот насчет проблем. С какими все-таки проблемами сталкивается современная семья? Вот что показывает ваша практика чаще всего? Ну, современная семья – это родители и дети, поэтому могут быть супружеские проблемы, могут быть детско-родительские проблемы. Так, поподробнее. Детско-родительские – это когда дети не могут поладить с родителями или наоборот, да? Да, или родители с детьми. Это проблемы воспитания, например, да. Это проблемы принятия своего ребенка. Не все родители принимают ребенка, они хотят идеального видеть, а не такого, какой он есть. Это проблемы обучения, например, трудности в школе. Но бывает вообще девиантное поведение, например, воровство. То есть это детско-родительские. А если мы будем говорить о супружеских проблемах, вот неуважение, неумение общаться, разные взгляды на воспитание детей, например, которые приводят к конфликтам, скандалам, и дети растут в этой атмосфере, вместо того, чтобы научиться договариваться, дети росли бы в более благоприятных условиях. Считается большой проблемой это зависимости. То есть алкогольная, никотиновая, наркотизм. Это проблемы современных семей. Да, да. Игровая, вот, пожалуйста, новая проблема, которая сегодня есть. Скажите, а как справиться с неуважением? Какие рекомендации можно дать семьям, которые живут, скажем, действительно и чувствуют на себе неуважение своего супруга? Ну, надо поговорить об этом. Надо сказать, что мне это неприятно, и я страдаю, и давай поговорим. Потому что, действительно, супруг, может быть, думает, что он шутит. У меня была такая семья, ну, муж пошутил при друзьях, да, над женой. Она очень обиделась. И там чуть ли не до развода дошло. То есть шутки тоже должны быть уместны? Он не думал, что это ее обидит, а она посчитала как неуважение. Вот, пожалуйста. Казалось бы, милость такая подумаешь, пошутил, да? Может быть, и она не права тоже, что же бежаться-то на шутки, нет? Ну, вот такие особенности индивидуальные. Лучше знать индивидуальную особенность своих супругов, чтобы вот не привести к таким недоразумениям. Ну, я поняла главное, и надеюсь, наши зрители тоже это услышали. Надо разговаривать друг с другом, да, чтобы не случилось. Если вам кажется, что вас, ну, разлюбили или не уважают, да, в семье тем более. Если что-то вам кажется, что супруг или супруга делают неправильно к своим детям, наверное, надо об этом для начала просто поговорить. Надо поговорить и надо верить супругу. Если ему некомфортно, это значит, что ему некомфортно. Если ему комфортно, это значит, ему комфортно, несмотря на то, что второй супруг думает по-другому. То есть надо доверять. Скажите, пожалуйста, как часто сегодня гомельчане обращаются к психологу и просят помощи там, чтобы помогли решить какие-то семейные конфликты, семейные проблемы? И вообще на каком это этапе уже происходит, когда уже все использовано или когда, наоборот, люди даже не задумываются? Вы знаете, к сожалению, вот чтобы пара пришла вдвоем к психологу, это уже предразводное состояние чаще всего. Бывают, конечно, и до развода. Я не знаю, надо ли мне жить с этим человеком, когда еще просто вопрос есть такой. Но это приходит один человек. А вот уже пара, предразводное состояние, и мы хотим знать, что мы сделали все, чтобы не развестись. А есть ли какая-то статистика, что после похода к психологу пара, ну, в принципе, не идет к разводу больше? И нормализует как-то отношения? Статистики не знаю, но у меня таких случаев много. Много? Да. Спасибо большое, спасибо. При этом, при всем, Ирина, я думаю, вы согласитесь, что мы живем во времена, когда человеческие, в том числе семейные отношения меняются еще и под влиянием технологий. А вот у некоторых гомельчан, вы знаете, прекрасно получается воспитывать своих детей, вы не поверите, без компьютерных технологий. С появлением малышей в семье Копиченко из Гомеля ребята отказались от всевозможных гаджетов вообще. Своим детям, которым один год и пять лет, они не разрешают пользоваться ни компьютерами, ни телефонами. Дело в том, что эта семья выбрала активный отдых. При хорошей погоде всей семьей они выезжают на природу, очень любят отдыхать с друзьями, не пугают их даже дождь. В такую погоду для развлечения у них есть настольные игры или путешествия, где дети с удовольствием познают окружающий мир. Вот смотрите, несмотря на то, что современность диктует как бы свои ценности, эта семья ведь пошла так интуитивно, выбрала такой другой образ жизни и прививает вот эти традиции своим детям такого живого общения. Это очень интересный и редкий случай. И редкий случай, к сожалению, наверное. Это говорит, мне кажется, еще о том, что родители готовы пожертвовать какими-то личными удовольствиями, личными интересами для того, чтобы дать что-то другое детям. Ну, мне очень тоже понравилась эта история. Вы знаете, есть несколько сообщений уже в Вайбере. Ну, во-первых, Анастасия Воронова уже поздравляет мамочку. Мамочка любимая, родная, поздравляете с Днем Матери, ты самая нежная на земле. Мы присоединяемся к этим поздравлениям. Дорогие друзья, да, мы ждем и ваших поздравлений. А вот семья Балахиных сообщает, что у них в семье есть традиция, очень интересная традиция, они всегда ужинают вместе. Мне кажется, такой мелочью все и начинается, правда? Всех мам поздравляют с праздником, наши телезрители. Любовь нам сообщает, что у них есть традиция поцелуев. Когда они встречаются или прощаются, обнимают и обязательно целуют друг друга. Это очень сближает семью. Вот аплодисменты для вас. Вот мне нравится традиция поцелуев и такого совместного ужина. Замечательно. А Владимир Сергеевич сообщает, что... Ой, очень интересное сообщение. Надо уважать друг друга, пишет Владимир Сергеевич. Мы с супругой вместе 38 лет. У нас трое детей и восемь внуков. Мы очень уважаем и любим друг друга. И наши дети стараются брать с нас пример. Вот казалось бы, такое традиционное сообщение, но такое пропитанное чем-то таким, целой жизнью. Вы знаете, Владимир Сергеевич, я бы хотела, чтобы вот эти аплодисменты были для вас и для вашей супруги, и для вашей семьи. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, у нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Никита. Слушаем, Никита. Я бы хотел поздравить свою любимую мамочку с наступающим праздником. Вообще сказать ей большое спасибо за то, что вырастила меня, вот, отправила учиться в университет. И, в общем, вот такие, как у меня родители, вот я хотел бы им выразить большую благодарность, что все-таки, вот, отпустили меня учиться в Гомель, подальше от дома. Мама, ты у меня, мам, ты у меня самая понимающая. Я надеюсь, ты смотришь это. Спасибо, Никита, спасибо большое. Я думаю, что вот этим поздравлением вы прям поздравили всех мам Гомельской области. Спасибо, вот аплодисменты для Никиты. А вот не кажется ли вам, что вот в каждой семье есть такая вот неповторимая какая-то, да, вот атмосфера любви, взаимоотношений каких-то особенных? Вот, знаете, мне всегда было интересно узнать, как эта атмосфера возникает. Я хочу познакомить вас, Ирина, вас, Наталья, всех наших телезрителей с очень интересной семейной парой. Мы нашли этих ребят благодаря сообществу Вела Гомель, за что огромное им, конечно же, спасибо. Это семья Вороненко. Не дня без велосипеда – таков девиз. Поэтому встречайте, Сергей Татьянов Вороненко сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, ребят. Рады видеть вас. Присаживайтесь, пожалуйста. Такие загорелые, такие красивые. Я вот тут в социальных сетях наблюдала фотографии из Туниса. Я так понимаю, недавно вернулись, наверное, много путешествуете, да, расскажите? Да, ну мы очень любим путешествовать, то есть как бы вот недавно приехали из очередного отдыха. Вы знаете, это сближает путешествия вместе, то есть как бы для молодых важно быть вместе, сделать все вместе. Вот мы вместе выбрали такую дорогу, любим путешествовать. Любите путешествовать, да? Татьяна, давно женаты? Полгода. Полгода? Да. Скажите, пожалуйста, это правда, Татьяна, что вы приехали в ЗАГС на велосипедах? Можно сказать и так, да. Серьезно? Я бы хотела, чтобы фотографии мы сейчас показали, где... Ой, очень красивые ребята, молодцы. Где вы действительно едете в ЗАГС на велосипедах. Это что-то было удивительное. Это уже после свадьбы. Я хочу спросить, а платье вам не мешало добираться до счастливой семейной жизни? Муж, вся семья меня усаживала. Подсаживала, да. Подсаживала. Ну, мы подумали, что это будет красиво. Красивая память. Это интересно было. Да, на память. Особенно муж очень хотел этого. Я так понимаю, вы, наверное, и познакомились благодаря велосипедам? Да. Расскажите. Да, мы познакомились благодаря велосипедам. У нас был велопробег очередной, открытие сезона. Хотя мы работали вместе. Два года. Мы не общались так тесно. Да, вот увидев ее на мероприятии, то есть мы проехали. И в конце мероприятия, как бы, вот так уже завязались более такие интересные отношения на почве велосипеда. И мы с тех пор начали вместе кататься активно. Вот у нас в Велогомеле очень много мероприятий с этим связано. И благодаря велосипеду и путешествуем, и любим на природу с палатками. Все вместе, вместе. Ну, я смотрю, она вас даже не отпускает. И здесь, когда к эфиру готовились, она вот прям вот так вот вас сцепилась, так интересно, так трогательно. А если вы куда-то уезжаете далеко, она, наверное, названивает вам постоянно, каждый час, нет? Да, конечно. На работе все. Почему так часто звонишь? Почему так часто? Татьяна, часто звоните? Сколько раз в день? Ну, раз в десять, наверное. А что, волнуетесь или что? Все равно как-то хочется поговорить, что делает. Покушал, не покушал. Замечательно. Я не знаю, вот вы почему не аплодируете? Это просто трогательно очень. Мне подсказывает, что у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Герасим. Герасим, мы слушаем вас. Во-первых, я поздороваю вас и ваших гостей в студии Дню Матери. Спасибо. Вашу программу сейчас слушаю и смотрит моя мама, а я хотел бы маму свою поздравить в Дню Матери. Замечательно. Желаю вам и моей маме здоровья, добра, долголетия, счастья и мира. И хотел бы маме подарить все творение. Я помню, как моя мама ушивала, создавала в нашем доме праздники уют. У окна она сидела тихо и спевала. Так уже в деревне нашей не поют. За иголкой нитка бегает, как змейка. На стене за шкафом ходики стучат. Рядом с мамой сидит кошка на скамейке. Домочадки все уснули и тихонечко сопят. Только моя мама свое сердце не жалела, вышивала под луною, птичек райских ручниках, крючком сеточки вязала и негромко что-то пела под кукушку и веселый маятник в часах. До утра бывало. Моя мама вышивала нежно-яркой гладью и божественным крестом, а потом своей же вышивкой любимой украшала наш составными резными и большой красивый дом. Спасибо тебе, мамочка. Спасибо. Герасим, скажите, как зовут вашу маму? Герасим, как зовут вашу маму? Евдокия Тимофеевна. Евдокия Тимофеевна, наша программа поздравляет вас тоже с наступающим Днем Матери. Эти аплодисменты для вас. Спасибо, Герасим. Очень интересное такое трогательное и стихотворение, и сообщение. Ребята, замечательно. Еще вы так меня растрогали сегодня. Скажите, пожалуйста, а какие вообще есть традиции в вашей семье, кроме совместных велопрогулок и путешествий? Традиции есть семейные, то есть те, которые пришли к нам с родителями. Конечно, это праздники, это семейный круг. Собираемся за столом, дружной компанией. То есть видимся, общаемся со своими близкими. А новые традиции, то есть вот как бы получается так, что с велосипедами путешествуем. Начинаем новую жизнь, с новыми традициями и потихоньку-потихоньку идем вместе. Еще у вас хорошая традиция, если вы друг друга держите за руки. Мне кажется, многие позавидуют такой традиции. Мне так кажется. Ирина, а вот как вам такая семейная пара? Вот такой вот, скажем, образец, я бы даже сказала, семейных отношений. Прекрасно, замечательно. А как вам такое увлечение, как велосипеды, совместный отдых, как семейная ценность, семейные традиции? Я, в принципе, могла бы попросить вас написать здесь еще одну семейную ценность. С удовольствием. Итак, какую вы выберете? Совместный отдых или что-то еще? Уступчивость. 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 Прокомментируйте. А мы поаплодируем. Действительно, очень интересно. Я считаю, что в семейной жизни надо уметь уступать. Уметь говорить, разговаривать, то есть находить какой-то консенсус. Ну и вот это чувство, конечно, нам очень помогает. И надо больше говорить. Больше говорить, больше понимать, больше друг друга слышать. Больше друг друга слышать, то есть золотые слова. Спасибо большое. Вот мне кажется вообще, что вы смотрите на мир как-то одинаково. Идите, я не могу вас надолго, да. Мне кажется, что, ребят, вы действительно смотрите на мир одинаково. И неужели никогда не случается разногласия, честно? Таких серьезных нет. А если не серьезные, то это что? Кому вынести мусор? Наверное, что-то такого плана, да. Скажите, а что вы посоветуете семьям, у которых, ну, к сожалению, нет общих интересов? Надо начинать их искать. То есть поменьше компьютеров. Очень сегодня приятно было видеть вот эту молодую семью. И хочу сказать, что благодаря Велогомелю в этом году, вот Светлана Король, спасибо ей огромное, она слышит, наверное, ей привет, пошла дальше. Она сделала свой проект «Велосемья», где с юных-сюных-сюных лет детишек показывают им то, что есть, кроме компьютеров. То есть это активный отдых, это велосипеды, это природа. И очень здорово, что у нас с юных лет мы начинаем, сейчас уже начинаем детям давать вот эти хорошие-хорошие, так сказать, зернышки, которые, в свою очередь, если их правильно удобрять, в итоге дадут хорошие плоды. Поэтому, как бы, очень приятно, что это есть. И я думаю, у нас это будущее будет, если мы так будем подходить. Татьяна, скажите, кто в вашей семье главный? Ну, как глупо, наверное, вопрос. Муж. Муж. Конечно. Я тоже так почувствовала, да, что именно он у вас главный. Я за ним, как. Как за каменной стеной? Ну, конечно. Последнее слово за мной, но жена, жена всегда добьется своего. Вот, мудрая жена у вас. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что тема сегодняшнего доброго вечера это семейные ценности. Далее в нашей программе вы узнаете, как выбирать постельное белье и какая скатерть укрепляет отношения. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир семейной ценности. Тема нашей сегодняшней программы. Сегодня у нас в гостях флорист Наталья Гуценкова, которая обещает к концу вечернего нашего сегодняшнего эфира приготовить какие-то удивительные цветочные композиции, для, скажем, которые, которыми идеями вы можете такими же воспользоваться и сделать сами завтра такие же подарки своим мамам. Кстати, вот, Наталья, к тебе пришло сообщение от Ирины, которая сообщает, что ты лучший флорист и у тебя золотые руки. Спасибо большое. Ну, мы тоже согласны. Спасибо. Светлана написала нам тоже сообщение. Рады видеть Юлю и Илью Копиченко, их красивую семью в эфире. Привет им в Египет от Вилогомель. Они в Египте. Так, привет. Вилогомель приветствует своих любимчиков Сергея и Татьяну. Сережа прекрасный организатор, нам сообщают. Мы все очень благодарны ему. Это сообщила нам Светлана Король. Светлана, спасибо. Мы и вам тоже благодарны. И пошли поздравления. Ирина Королева поздравляет свою... Ковалева поздравляет мамулечку свою. Солнышко. С днем матери крепко обнимаю, целую и люблю. Ой, прекрасные слова. Катерина поздравляет, написала мамулечка, дорогая наша, поздравляем тебя с праздником и очень любим Марченко Катя и Соня. Так, сообщение, да, приходит, сообщение приходит от одних людей, а поздравляют других. Поэтому, простите, но мне тяжеловато сориентироваться. Вот видите, как интересно. Мы сегодня принимаем поздравления, поздравляем наших мам. Ну, согласитесь, что для каждой женщины, для каждой матери все-таки важно при этом еще не просто поздравление, но и уют в доме. И вот как его сохранить, сегодня расскажем в нашей программе. Вот прямо сейчас, дорогие друзья, вы узнаете, как выбирать постельное белье и какая скатерть укрепляет отношения с секретами домашнего уюта. Поделится Анна Лицкевич, представитель торговой марки Блокит, сегодня у нас в гостях. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Ну, стоит сразу сказать нашим зрителям, что мы попробовали вот так вот импровизированно создать такую уютную зону сегодня в нашей студии, да, чтобы немного как бы показать возможности любой семьи, да, любого дома, где это можно сделать. Вот согласитесь, Анна, что сегодня женщины, они находятся в каком-то постоянном поиске, да. Что поставить, как создать уют в интерьере, они листают журналы, они ищут все в интернете. Мне кажется, у нас есть реальная возможность сегодня показать и рассказать, как же это сделать. Вот что нового предлагают современные производители для уюта и комфорта в доме сегодня. Так, и есть, Наталья, саправды, зараз люди стали больше вертать увагу на то, как они живут, что они вокруг их. И зараз для этого есть широк ресурсов. И в интернете, и часописов, как сочет за тенденциям, как самим себе допомогащик пригожа обустроить свой дом. Это очень хорошо. И гэта добра, гэта цудоуна. Вось, и могу сказать, что хатный текстиль, гэта самый простый способ зменить настрой в своем доме. Вось, наприклад, на улице зараз шерсть, дождь падает, мы приходим до дома, и хочется, конечно, себе настрой поднять. Як это сделать? Конечно, можно взять валик и перфарбовать стены, але можно сделать значительно простей. Взять и застелить яскравый абрус, альбо яскравую пастельную белизну, накинуть плед, покласти декоративные наволочки, некие акценты, и все, у вас уже хата совсем изменится, изменится и настрой. Вот, кстати, хороший совет обратить внимание, Татьяна, ну, все же бывает в жизни. Вот супруг задержится, например, да, согласитесь, Анна, а хочется ему сделать какой-то сюрприз. Хоп, яркая покрывальца или какая-то новая подушечка, пледик уютненький, да, мне кажется, уже все пойдет совершенно по-другому. Обязательно возьмем на заметку. Обязательно, обязательно. Расскажите, вот такой уютный плед, мы сегодня, да, пытались даже, как бы, укрываться им, очень интересная такая новинка, наверное, да? Да, зараз у баранинских текстильных комбинатов открывается новый накерунок. Гэта интерьерный текстиль, тубок гэта шторы, гэта декоративные наволочки, гэта покрывала, гэта пледы. Для нас гэта новая, мы робим только первые кроки, распрацовываем такую целую коллекцию, как бы так массово зайсти, как бы пропоновать решения, які могут зменить до лепшага, до мы наших беларусов, причем по таких приемных коштах, скажем так. Вы знаете, очень здорово, вы сказали, действительно, изменить отношения, то есть, мне кажется, изменил интерьер, и можно поменять отношения, да? Вот согласитесь, Ирина, вот если что-то не получается в семьях, как вы думаете, хороший вариант взять, поменять постельное белье новое, новую скатерть купить, это может помочь укрепить отношения? Я думаю, замечательная идея, потому что все новое, оно приносит какую-то новую энергию в семью. Поэтому и постельное белье, и новая скатерть, это и торжество, и новизна, и, наверное, положительные эмоции будет вызывать, а положительные эмоции в семье – это наше все. А знаете, на что я обратила внимание, когда сегодня появилась продукция Блокит у нас в студии, я даже попросила другую скатерть застелить. Мы хотели сначала, помните, да, она в других тонах, она натуральная. Она, вот, вы знаете, вот я считаю, что если натуральная скатерть, то и натуральные будут отношения. Ну, мне так кажется, ну, поддержите меня, ну, пожалуйста. Мне почему-то показалось именно так. Ну, что ж, качество текстиля, согласитесь, да, очень многое определяет, вот подушки, шторы, поддияльники, мы покупаем их обычно надолго. Ну, что ж, в чем особенность текстиля Блокит? Рассказывайте нам. Ну, как сказать про особливость наших текстиля, то треба отзначить, что мы гэта робим на нашем предприемстве, якое вельми великое, якое со своими традициями. И предприемство, это наше полного циклу. Тубак, когда нас приходит Бавона, за ее робится пряжа, за пряжа робится тканина, тканина отделывается, за ее робится швейные вырабы, потом они поступают до спыжуцов. И отремуется, что гэта робится одним местом, людьми, якие ведают свой продукт, якие его любят, и якие готовы за его отказывать. И, по сути, для меня, гэта наилепший показчик того, что то, что мы готовы за свой продукт доказать, тубак мы готовы гарантовать его иную якость. Тому могу отзначить, что наша продукция адрозняется своей якостью, але у той же самый бок хочу трошки перевернуть ваш аргумент об тем, что хатний текстиль куполяется надолго. Бо гэта таки, ну, трохи стереотип с таких советских, мне падается, часов, что треба было там долго корыстаться, пока дыры не протрутся. Зараз трохи иначе, потому что люди уже больше сочут за модными тенденциями и, например, купляют себе новый плит не только потому, что старый уже, ну, нияк нельга уживать, але только потому, что ему хочется зменить той же настрою себе у доме. Ци там белизну так само. И изменяют, там, так само ясно, я текстильная мода. Может быть, там сегодня одные колеры, завтра другие, сегодня одные принты, завтра другие. Поэтому это развивается больше дономично, скажем. Ну, вы помните, как раньше было в наших семьях. У нас было два комплекта, например, скатерти на каждый день и для гостей, да? То же самое, ну, наверное, с постелью было, там, два или три комплекта. То есть сегодня, да, вот вы правильно говорите, мне тоже нравится такое суждение, что вот под любое настроение, в принципе, это можно менять, и производители, производители это делают, они идут, как бы, в ногу-то с пожеланиями людей. Потому что варто отзначить, что, например, мы же маем не две кашули. Женщина мая говорит, что бешмат, кашуль, шмат сукенок, шмат спадниц. То же самое и с хатним текстилем. Тобак мы изменяем одежду, как бы менять свой настрой. А ложку мы проводим треть своего життя. Так чему мы повинны обмежевывать себя, то есть эти мои комплекты? Вы знаете, я просто в восхищении от Анны, она еще так интересно разговаривает. Действительно, мне очень нравится. Вот спасибо, Анна. Я думаю, что вы произвели впечатление на наших телезрителей, потому что мне подсказывают, есть телефонный звонок для вас. Добрый вечер, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Так, спасибо. И хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить маму. Ее зовут Татьяна Васильевна. С наступающим праздником завтрашним. И мы поздравляем Татьяну Васильевну. Спасибо. Вопрос мой следующий. Есть ли какой-либо несложный, простой способ для того, чтобы проверить качество покраски постельного белья? Спасибо большое. Хороший вопрос. Спасибо, спасибо за звонок. Как проверить качество покраски постельного белья, если я правильно поняла? Ну вот просто хочу купить. Вот покажите. Вот у нас есть постельное белье комплект. Как понять, что оно хорошее, качественное? Ну, вогле могу сказать, что зазвычай партае тканины перед ящепашивами, она проходит в упрабывание у хим-лабораторий. Тобак, отремовывается, что есть шерех пакашчиков, например, на под, на сухое тренинг и так далее, яке проходит, и ци покраска добрая, ци недобрая. Але такий способ, який можно у хатних умовах зарабить, там, ци не у хатних, может быть, у крамях, это, кали выберите кавалочок сурведки, кавалочок паперки. На жаль, у меня под рукой нема. Паперки? Ну, паперки мы можем, может быть, где-то найти. Нету? Не у кого нету паперки нам кусочек дать? Наталья, у тебя нету? Берите беленькую сурветочку. И такие фрагменты, такие больше насыщенные, а фарбовки на ткани. Вот у нас есть вот здесь. Уявим себе, что у меня есть белая сурветочка, и я так стру. И отремовывается, что фарба не повинна застаться на руце, например, на сурветочке. И это гаранты того, что... Пакраска хорошая и качественная идет. И так само варто значить, что зазвычай такие пытания, яны узникают с белизной, ка фарбуцца пигментом. Але есть альтернатива, гэта активная фарбовань. Тому, калі вы бачите, что на комплекте написано, что тут выкарастовывается активная фарбовальники, то будзе знак «активная печать». Гэта значить, что фарба не покрывает тканину, поверхность тканины, але фарба праникая у волокна тканину, структуру тканины. И гэта значить, что гэта тканина буде профарбована идеально, и в основном не може быть сумнела, что она буде линять, и фарбовальник будет линять. Просто так само, если не мифа об тем, что белизну ранее кипятилить, не треба кипятить белизну. Белизну стирають при 40 градусах, лепш, конечно, ваш выраб его вывернуть, сушить так само, лепш не под прямыми солнечными применями, и тогда вам будет добро. То есть 40 градусов, желательно 40 градусов для белья. Очень хороший совет, кстати говоря. А какие материалы сейчас у нее используются в постельных комплектах? Расскажите, что сегодня выбирают белорусы? Ну, у нас такая добрасть научит тенденция, что белорусы выбирают натуральные материалы, и мы их в этом як можем подтримовываем, потому что выпускаем белизну с натуральных материалов, со 100% бавоны, альбо так само смесовая, калі яснує сумесь бавоны и льну. Однако так само могу дадать такую маленькую ремарку, потому что часто пишут на комплектах «бязь, сатин, паплин», и люди кажут «не, мне паплин не потребен, мне, калі, ласка, бавоняны комплект дайте, але и бязь, и сатин и паплин, гэта 100% бавонна. Просто гэта структура розная тканіны, и таму они по-розному называются. Например, сатин, гэта у нас сатиновый комплект, и калі б мы побачили его застеленным станем, то тады б ян адрозняюся таким приемным блескам. И гэта таму яшча сатин называюць бавоняным шоуком. Паплин, гэта блеск, ён дасягаецца за кошччаго, за кошч адмысловага переплетеня нитил. Паплин адрознявецца ўжо іншым переплетенем, гэта полотняны. Гэта тканіна, она такая, будзет долго служить, она такі балансы, кошчч, якасть. Бязь гэта, і гэта цудовны продукт для тых, хто хоча отрымаць добротны продукт па больш доступным кошчччч. У нас яшчысь, ну, я бязь премиум, табык, гэта такая, сапраудны гостускай бязь з такіх савецкіх часоў, такая прайверна. она очень популярна в народзе, да. 142 грамма, ну, табык, гэта такая класная шчыльнасць, і ў нас ёй цудовны расфарболкі. Ось тут ў нас нават працтаваліны комплект, могу вам паказаць. Конечно, пакажіте. З нашей адносно новой колекцы, слудскія матывы. Гэта колекція була распрацавана на нашей дизайн студы, і адрознена цена тым, што ўасновы ўсіх малюнків, их там чатырі, были ўзятыя фрагменты з заслудскіх пэсоў. Очень, очень интересно. Да, там гэта може быть і ўсібе дамы можна застеліць, і може бэц цудовным падарункам, наприклад, нікім замежнымся брамці, свякам, там... Анна, скажісь, пажаўста, а ест вот в этом вопросе пастельного белья какая-то сізонность? Ну, скажем, што вы порекомендуєте, например, на осень і зиму? Вот, какую пастель покупать? Пастельный комплект? Я б сказала, што як таковой сізонности нема, таму што я думаю, што ваше пэтаўне надо прадбачыць тое, што скажу, давайте на зиму фланельку. Ну, тип такого, да, нет? Такого зараз нема, можна той ж ж і бясяць, сатіны, паплін, карыстацца круглый год, там больш, што ў наші хатах зараз доволі такі тёплаю зимку, і гэта добра. А якбы теплыню нам може гарантаваць колдры, могут гарантаваць падушки. А вы знаете, вот говорят, что если грамотно выбрать материал и цвет комплекта постельного белья, то даже можно, Ирина, согласись или нет, повлиять на семейные отношения. И вот пока Ирина думает, можно, да? Серьезно? Вот мне интересно, какой комплект вы посоветуете, например, вот молодоженам и уже семьям постарше, со стажем в браке? Калі я адкасна гэта пытання існує, то, нажаль, ён мне невядом. Аднак, могу сказать, што, конечно, існує, это наполу называецца як психофізична ўздзеяні коляру, калі розныя коляр... Цветотерапія існу. Да, розныя коляр... Цветотерапія існу. По-розному ўздзеяні чыть на людзей, наприклад, там, зіленый коляр, он зазвычай супакой, вай там сіні, да памагае сконцентравацца, там, цёплые коляры, яны там надвороту збуджаюць психіку, то, вак, можна крыстацца вось гэтым. Але яшча для пар, як для маладых, так і для досвечынах, я могу параець, што комплекты можеці выбіраць разом. Кап'йон абод вам спадабаўся. Чому? Тому што, вось, наприклад, калі звернуцца да сім'ї Сір'є і Татьяны, то, тады вось, хто ваше сім'ї выбірае пастельную білісну? Вот хто выбирает пастельне білісну? Татьяна? Вам столько подарили. Они пока сім'ї не выбирали. Им, наверное, и... На лест 10 точно ещё хватит. Ну, бачка, Ли, но вы не копите какую-то білісну, краснайтеся і частей поднастрой. И тады, як бы, потом приходьте і разом выбирайте пастельную білісну. Тады, я думаю, що ще буде... А вот можна я уточню Ірины? Ірина, скажіть, пожалуйста, а хто, в принципі, должен принимать решение о покупке пастельного білія, о кухонных каких-то принадлежностях в современной семье? Ну, как решат. Вот в данном случае мы слышали, что Сергей главный, но пастельное білію выбирает Татьяна, да? Ещё не хватало, что Сергей ещё не выбирал. И полотенце выбирал. Да, то есть делегировал полномочия, Татьяна взяла, да? Поэтому, как договорятся, так і хорошо. Ну, що ж, вы знаєте, вот тут Анна нам сообщает в Айбере очень красивые изделия у Блакита. Спасибо, що показали, интересно рассказали. «Хочу купить маме подарок, хочу купить маме в подарок скатерть». Кстати, прекрасная идея к завтшому празднику. «Какую выбрать для круглого стола?» спрашивает телезрительница. Нажаль, нас нема зараз абруса для круглого стола у такой массовой творчости, хотя гэта такі концепт, який мы зараз распрацовам. Але на круглый стол цудовно падэдзе і абрус квадратной формы. Тольки он буде уже не спадать не по кругу, а будэдзе такими, як бы, вуглами. Але это таксама вельмай прыгожа выглядае. Вось. І атрымоваяцца, што? Магу парать. Калі гэта абрус святошны, то, канешны, трыба орэнтоваць на памер, стола, лепш, не каторый любець аднатонны абрусы. Святошны абрусы, ішчэ прыгожа можна дополніць дарошкай, альбо абрать столовый набор с кружевам. Вось. А калі гэта абрус... Это красиво, да? У столовый набор с кружевами. Вось. А таксама, калі гэта абрацця падараваць абрусы, кім будзі карастацца кожны дзень, то магу вам распавесці про такую напрацовку нашага комбіната. І гэта адзелка назваецца ВМГО. Калі расшифроваць гэту складанна прайбятуру, гэта назваецца вода, грязі, масла, аталківаща пропитка. А, ну панятно, теперь панятно. Гэта такая пропитка, яка я дазваляя, вось, калі, наприклад, гэта капні у вас там, не веду, каву вы піте, то гэта кропелька, она не пітаецца тканіна, ана застанецца на паверхні, і вы гэта так стіраецца, і чистінька. Гэта пропитка, она якбы дазваляя, ну, як сказаць, гэспадынім мэньш працаваць над частіній і утульнасцю на кухні. Ой, прекрасно. Прекрасно, Анна, вы прямо так подзвели. Да, и вы знаете, вот наші телезрительніці Анні, давайте ещё раз напомним, если завтра пойдёте за подарком маме, на скатерти должно быть написано 4 буквы. ВМГО. ВМГО. Это значит, что ваша мама никогда не будет мыть стол и никогда не будет её практически стирать. Ну, что-то типа этого. Спасибо большое. Очень интересно. Вы знаете, вот есть ещё одно сообщение в Вайбере. Сейчас такое постельное бельё, что даже просыпаться не хочется. Полностью с вами согласна. Да, дорогие зрители. Вот знаете, раньше мы вообще говорили, что Блокит разрабатывает текстиль для всей семьи. А что можно сегодня предложить детям и подросткам? Так, у нас распрацовываются и постельные белизны и для детей, и для подлетку. Однако сейчас мы отремовывали зворотную совесть от наших споживцов, что это как бы трохи наша слабая позиция, сабліва ассортимент для подростков, что недостатково широким. И мы вырошили прислухаться до наших споживцов. И зараз у нас выходит такая супер-мега-новая коллекция, Дисней по закупленных малюнках, я так разумею, что они зараз бачены на экране, и это будут и тачки для хлопчиков, и принцессы для девчат, и Микки, и Мини, то можно будет найти что-то по душе для деток. Мы уже затронули момент, как выбирать постельное белье. Расскажите еще, как за ним все-таки правильно ухаживать. Вроде как сказали стирать почаще, почаще менять, а вообще как его хранить? Стираем при 40 градусах, гладим обязательно, храним в пакетах или в чем? Не, это не большково заховывать в пакетах. Могу я сейчас сказать вот, что треба сделать, когда мы только белье купим. Зазвучу есть такая рекомендация от вытворцев, что когда мы купим, распаковываем, то мы спочатку эту белье должны постирать, перед тем, как первый раз уживать. Тому могу сделать так. И так само хочу попередить, потому что часом бывает так, что белье можно постирать и побачить, что она троху подсела. Из-за этого расстроиться. Али расстроиваться не треба, потому что это абсолютно натуральная якость натуральных тканин, то, что они могут усаживаться. И вытворцы постельные белье не наумысно робить комплект трошки большим, дают шибать допуск на усадку. Не хвалюйтесь, все будет пора. А вот Валерия задает вопрос, во-первых, она восхищается пледом, говорит, что у нее такой же дома, такой же, как у нас сегодня в студии, и спрашивает, как правильно его стирать. Ну, а, да речи, я еще вельми цудовная рекомендация, а птым, кали вы не ведете, як шкарастаться вырубом, яким вы набыли, вось, на кожном комплекте есть так званный товарный ярлык, и наем есть символы по уходу, и вы можете по сутности разобраться, а птым, дадать, как наглядать, гэты выруб, то, гэта такая вельми просто доступная рекомендация, каб не навредить самим сабе. Вось, гэты плед, як его стирать. Ну, я б так сама не стирала при высоких температурах, и так сама сушить его, як постельную белизну, дарычи, лепш сушить их у расправленном стане, тубок не треба наприклад его там сушить у стиральной машине, калю есть такая функция, лепш достать, лепш его расправить на сушилке, кап наши зрители тоже такую ценную информацию. Спасибо. Ребята, скажите, пожалуйста, у вас есть вопросы к Анне? Вот наверняка вам хочется узнать что-нибудь про... Слушала и слушала, наверное, так интересно. Слушала бы, слушала, да? Сколько очень нужной информации. Вам захотелось что-то придать какой-то вот новый вид своему жилищу? Конечно. Вот узнаете, интересно очень, где приобрести можно такие замечательные изделия. Спасибо большое. Ребята, ну что же, я хочу вас поблагодарить, что сегодня пришли к нам в студию. Можете поздравить своих мам, пользуясь случаем вот в прямом эфире? Мам, мы вас поздравляем, мы вас очень любим. Спасибо вам огромное за то, что вы для нас делаете. И всех мам. Всем всем мамочкам. Поздравляем. Любите мам, цените, уважайте. Мама, она одна. Слово мама, это... В этом слове очень много сказано. Спасибо большое. Вы знаете, я смотрю, Наталья, наша флориста, тоже хочет что-то сказать. Так. Хочу вас поздравить прежде всего с наступающим праздником. Хотелось бы, чтобы у вас такие же отношения сохранялись и в дальнейшем. Любите друг друга и побольше семейных ценностей вам. О, замечательно. Кребочки семейные же они. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Тема сегодняшнего доброго вечера это семейные ценности. Дорогие друзья, наша программа выходит накануне Дня Матери. Очень трогательно, потому что очень много сообщений приходит от вас. Вы поздравляете своих самых любимых, самых добрых, самых нежных. Вот, например, дочь Татьяна с семьей из Наровли поздравляет, во-первых, всех матерей с праздников, а также свою любимую мамулю Дороженко Ольгу Михайловну. Мы тебя очень любим, здоровье тебе. Знай, что мы с тобой всегда рядом. Ой, замечательно такое поздравление. Спасибо большое. Вы знаете, дорогие друзья, мне подскажут, у нас есть еще телефонный звонок, по-моему, тоже поздравление. Слушаем вас в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Дороженко Мария Матвеевна. Я хочу поздравить свою дочь Шеми Токсану Николаевну. Она тоже мама. Она мать двоих сыновей. У нее супруг. Она очень хорошая, порядочная. Вы понимаете, вот такой матери, как она, я не знаю, наверное, нигде не встречала. Просто можно мне ее поздравить своим стихотворением? Конечно, можно. Но мне кажется, знаете, я бы хотела обратить на что внимание. У такой мамы, наверное, получилась такая дочка. Я хочу ее поздравить, потому что это мой стих. И вы, вот поверьте мне, он очень хороший. Слушаем внимательно. Тебе сегодня сорок два. Детишек двое у тебя. Тебе еще не сорок пять. Вернуться в детство хочется опять, чтоб босиком побегать по росе и побродить в лугах в нескошенной траве. Чтоб рыласкала мама, спать уложила, сказку рассказала. При этом что-то тихо напевала. Под эти тихие и нежные слова ее Оксана засыпала. А после, коснувшись шершавой ладонью, ласково скажет она, доченька, вставать уже пора. И нежно открываешься глаза, но не вернуться в детство никогда, ведь мама ты уже сама. Головки гладишь сыновей своих, ты ласково что-то говоришь, а не прильнуть к твоей руке, как в детстве ты, чтобы уснуть у мамы на плече. Спасибо. Это мой стих, я думаю, он хороший. Спасибо. Мы даже слышали, как дрожал у вас голос. Вы знаете, мы поздравляем и вашу дочь, и вас с наступающим праздником Днем Матери. Спасибо вам большое за этот телефонный звонок и за это интересное поздравление. Да, согласитесь, дорогие друзья, счастлив тот, кто счастлив дома, где чтят семейные традиции. Вот одна из них, кстати, отмечать свадьбы вместе. Дело в том, что в Новобелецком ЗАГСе в один день зарегистрировали сразу три свадьбы молодожены и их родители. Это семьи Соловьевы и Крупские. Три поцелуя, три свадьбы, три жизни. Такая акция уже пользуется успехом у молодых пар четвертый год подряд. В этот раз в Новобелецком ЗАГСе регистрировали зеленую свадьбу. Четыре года в браке Андрея и Валентина Соловьевы. Точнее, зеленая свадьба, это только поженились. Никелевая свадьба, 28 лет, родители жениха и свадьба красного дерева. Дорогие друзья, сегодня семья Крупских у нас в гостях. Встречайте, пожалуйста, Виктор Николаевич, Татьяна Андреевна Крупские, 27 лет в браке. Добрый вечер. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста, мы что-то напутали, по-моему, со свадьбами, но то, что вам 27 лет недавно исполнилось в вашей семье, это однозначно, да? Скажите, вот красное дерево. Мы вас, во-первых, поздравляем с такой свадьбой. 27 лет вроде бы не круглая, но говорят, что очень, очень важная дата. Вы считаете так? Ну да. Почему? Ну, у нас 27, и дети у нас поженились в этом году. Это для нас очень важно. Скажите, пожалуйста, вы уже какое-то напутственное слово дали вашим детям? Что пожелали молодой семье? Ну, как всегда, любви, уважения, прощения друг к другу, чтобы не злились, не ругались и любили друг друга. Самое главное. А скажите, вот в ваших отношениях это тоже самое главное? Как вы считаете, 27 лет все-таки вместе? Думаю, что да. Ну, Татьяна Андреевна, вот можно я задам вам такой вопрос один? Вот если бы к вам неожиданно в воскресенье утром пришли ваши подруги, вот что сказал бы ваш супруг? Проходить буду рад. Аплодисменты. Виктор Николаевич, ну а если бы ваши друзья позвали вас вот вдруг случайно в баню или, допустим, на рыбалку, как бы отреагировала супруга, интересно? Думаю, нормально, положительно. Что, и даже не спросила бы, с кем поедешь? Ну, спросила бы, конечно. И не говорила, что как так, ты ж только вчера был на рыбалке? Ну, не знаю, наверное, нет. Какие-то идеальные отношения, Ирина, посмотрите. Мне кажется, это заслуживает, да, такой реакции. Скажите, пожалуйста, вот 27 лет это все-таки интересный срок такой, мне кажется, знаете, когда уже все прошли и впереди можно этим пользоваться. Ну, мне так кажется, Ирина, может я не права? В замечательное время. Да, а скажите, какие традиции, вот самые важные за это время появились в вашей семье? Ну, самое главное, что мы все делаем вместе, всей семьей. Принимаем решения вместе, отдыхаем вместе. Мы работаем вместе. Давайте кто-нибудь из вас или может быть вместе, давайте подойдем и запишем это правило. Я вас жду здесь. Пожалуйста, поаплодируем, поддержим. Итак, семейная ценность вашей семьи, все делать вместе? Давайте так и напишем. Вместе, да? Спасибо большое. Мне кажется, очень важная такая семейная традиция. Ну, во-первых, стоит сказать, что сегодня в нашей студии среди зрителей присутствует ваша дочь и ваш зять. Я предлагаю узнать у них, какие семейные традиции родителей они сохранили, точнее, начинают, только может быть, формировать вот в своей молодой семье. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Валентина. Валентина, ну вот скажите, вы же только поженились, вот буквально месяца еще, наверное, не прошло. Во-первых, вас поздравляем, поздравляем все, да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, что вы помните из своего детства? Какие традиции были, вот семейные ценности, традиции были вот в вашей семье? Чему учили вас родители? Семейные традиции мы всегда с родителем летом выезжали на природу с палатками, сидели у костра, слушали истории с детства папы, мамы, ну, совместно. Зимой катались на коньках. То есть так активно отдыхали вместе, да? Всегда вместе были. Скажите, а вы только-только, вот только-только поженились, да? Наверняка у вас есть какой-то идеал. Мне кажется, это самое идеальное время, когда ты все еще идеализируешь, когда ты только-только начинаешь все строить. Какую бы семью вы хотели? Большую, дружную, понимающую. Понимающую? А вот мне интересно, что скажет ваш супруг? Давайте познакомимся. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Андрей, скажите, пожалуйста, какая главная ценность, на ваш взгляд, должна быть вот в семье сегодня? Жена. О! Аплодисменты. Вы знаете, хорошая ценность, да, действительно. Можно я задам вам вопрос? Ваша жена вкусно готовит? Очень вкусно. Мне кажется, это вторая ценность, вам просто повезло. Да. Спасибо большое, спасибо, что пришли к нам. Вы знаете, хотелось бы обратить внимание на сообщения наших зрителей. Вот Галина написала, ценности, это когда вся семья хочет одного и того же, а когда приходят друзья мужа, я ухожу к маме. Очень горькое сообщение, мне кажется. То есть, женщина переживает, что друг друга не понимают, и ценность все-таки, вот как вы говорите, вместе, она хотела бы, ну, очень такое вот, такое грустное сообщение, ну, а как? В семье это, наверное, в том числе и проблемы, и причем много, да. А скажите, пожалуйста, Ирина, вот когда возникает в семье какой-то кризис, да, нужно ли вообще обращаться за помощью к постороннему человеку? Я не имею в виду психолога в данном случае, а вот допустим, подруги, соседи, или просто коллеги на работе? Наверное, многие считают, что подруги, соседи и коллеги не посторонние, поэтому, наверное, обращаются люди, и многие думают, что могут сами себе помочь. Вот. Но подруги, соседи и коллеги будут советовать что-то, исходя из своего опыта. И это не значит, что это всегда будет, поможет данной конкретной паре. Поэтому можно обращаться, но хорошо, если поможет. Если не поможет, надо идти к профессионалу. А вот если в семье вот нет обычаев, нет каких-то устоев, нет традиций, к чему, в принципе, это может привести? Мне понравилась фраза Сергея «надо создавать». Если нет, надо создавать. В общем, есть над чем работать, как говорится. Да, я тоже с этим полностью согласна. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Валентина Владимировна. Слушаем вас внимательно, Валентина Владимировна. Одну секундочку. Да, мы подождем. Включай четвертую срочно. Мне нравится. Включай четвертую срочно. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы есть, за то, что вы нас, это самое, помните, уважаете, матерей, я бабушка, моих две внучечки, внучечка. Я хочу поздравить свою дочь к СИЗО Наталью Владимировну. Так. С Днем Матери. Пожелайте ей здоровья, благополучия, достатка, чтобы у них все было хорошо. У меня внучечка уже скоро три годика. Ой, замечательно. Внучек в четвертом классе. Я хочу, чтобы был мир на земле, спокойствие. Вы были. Спасибо. Очень хорошая передача. Я очень волнуюсь, поэтому всего самого хорошего мира, добра. Спасибо. Солнца, чтобы все было на земле. Хорошо. Спасибо. У вас очень замечательно получилось. Даже не волнуйтесь. Да, и привет всем друзьям, родственникам, всем, кто вам звонил. Они прям попали в прямой эфир, так и скажите им. Спасибо большое. Поздравляем вас с праздником. Дорогие друзья, кстати, завтра в 11.30 в ЗАГСе Новобелецкого района Гумеля довольно необычным способом поздравят наших мамочек, которых в семье в этом году появились близнецы. В торжественной обстановке счастливым родителям вручат свидетельство о рождении их малышей. Очень интересное событие, мне кажется. Да, вот вы три свадьбы регистрировали, да, а здесь будут регистрировать мамочек, точнее их близняшек. Кстати, на праздник приглашены будут другие близнецы, причем самых разных возрастов. Старшим даже обещают, что будет 23 года. Вот такая интересная традиция зарождается в гомельских семьях благодаря работникам ЗАГСа. Я думаю, это тоже достойно, да, в принципе, нашего внимания. Дорогие друзья, я напоминаю, что тема сегодняшней программы сегодняшнего доброго вечера «Семейная ценность». Ну что же, в конце нашей программы ваши сообщения. Матвей сообщает «Мамочка, будь здоровой, улыбчивой, очень счастливой и не переживай, пожалуйста, по мелочам, с праздником тебя! Мама, мы часто ссоримся, прости меня, давай жить дружно!» пишет Даша. Очень хорошее сообщение, от всего сердца хочу поздравить всех мам с этих праздником и пожелать море улыбки, счастья, вдохновения, терпения, пишет Лена. «Звание мамы – лучшее звание! С праздником! Наши заботливые!» написал нам Валерий. Ну, а Никита очень душевно написал, что матерей надо жалеть, это так сложно постоянно переживать за нас, детей. Да, действительно, я Никита с вами очень-очень даже полностью согласна, думаю, зрителю тоже. Спасибо большое! Дорогие друзья, я не могу, не предоставить и вам такую возможность сегодня, Анна. Вот, пользуюсь прямым эфиром. Ваши поздравления, мамам, своей маме? Ну, конечно, я хочу повиншевать у всех, у матуль Беларуси, ну, в приватности свою матуль, она у меня цудовная. И чего пожадать? Ну, конечно, хочется пожадать у всего доброго, но у меня такое, ну, узкое веншевание и такое пожадание, как материнство приносило радость. То есть, когда стану материнства, он был радостным. Ой, как замечательно! Аж растрогалась. Анна, а я хочу вам предложить подойти к нашей доске и в финале программы написать, пожалуйста, семейную ценность на ваш взгляд. Какая? Чего здесь не хватает? Моя семейная... Тут, я сгодно насусими каштонностями какие-то тут написаны, но я додам каштонность, какая наклалась на меня моими профессийными якостями, я напишу «утульность» и семейный такие, как это по-русски это будет «семейный очаг». Ой, замечательно! Это действительно ценность, согласна полностью. Ирина, пока мы здесь творим, а мы с Анной обычно творим, да, Ирина, у вас есть тоже такая возможность поздравить мамочек и свою собственную маму сегодня с праздником? Дорогая моя мамочка, конечно, в первую очередь я хочу поздравить тебя. Я знаю, что ты сейчас смотришь эту передачу и я очень рада в прямом эфире поздравить тебя с Днем Матери. И спасибо тебе за то, что всегда внимательно ко мне, за то, что всегда поддерживаешь меня долгих лет тебе жизни. Дорогие друзья, сейчас самое время узнать, какие букеты будем дарить завтра нашим мамам. Флорист Наталья Буценкова в прямом эфире приготовила вот эти роскошные композиции. Давайте поаплодируем. Наталья, я могу тебе помочь. Кому будем дарить? Ну давайте будем дарить, наверное, всем. Да, да. Дарим всем. Всем мамам. Всем мамам, всем женщинам. Дарим эти замечательные цветочные композиции. Дорогие наши мамы, конечно же, мы хотим поздравить вас с наступающим праздником, потому что именно вы нас любите, помогаете нам, защищаете нас, вы определяете те семейные ценности, которые помогают нам в жизни. Спасибо вам большое. Конечно же, пользуясь случаем, мамочка, я тебя люблю и поздравляю с этим праздником. Ну, хотелось бы сказать, что сегодня мы работали в прямом эфире. Это был Добрый вечер. Гомель с Натальей Волынец. Дорогие друзья, до новых встреч. Спасибо большое. Ой, какое чудо. Замечательно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok